всем привет друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про оборудование 2.0 как им пользоваться для чего когда и стоит ли вообще это делать с вводом оборудования 2.0 появилась возможность оборудовать танки несколькими вариантами иногда есть два варианта оборудования иногда даже три варианта оборудования подробно поговорить про каждое нереально но про некоторые популярные танки можно поговорить подробнее в отдельных видео в этом же я просто научу вас в общем как понять что нужно ставить на танк потому что некоторое оборудование из нового не будет популярным его использовать почти никогда не будут точно так же как и в старом оборудовании есть некоторые вещи которые тоже никогда не ставят потому что в них нет смысла и так старое оборудование было направлено на то чтобы в основном улучшить огневую мощь и увеличить обзор чаще всего все оборудование было направлено на это досылатель стабилизатор оптика досылатель стабилизатор вентиляция в принципе больше практически никогда и ничего нигде нельзя было увидеть сейчас же есть возможность новым оборудованием не просто подчеркнуть огневую мощью улучшить обзор есть еще возможность некоторые из минусов у танка сделать не минусом у каждого танка есть яркие плохие стороны яркие минусы некоторые моменты в которых они очень плохие и в старом оборудовании нужно было с этим мириться и придумать для себя какой-то геймплей и продолжать играть с оборудованием с которым играют все сейчас же можно пожертвовать каким-то старым оборудованием и перекрыть яркий минус какие яркие минусы можно перекрыть в новом оборудовании у нас есть четыре категории оборудования огневая мощь живучесть мобильность и разведка в каждой этой категории есть оборудование которые выделяются большей необходимостью в бою чем остальные если мы пользуемся старым оборудованием то она очевидно что там из нормальных тока досылатель стабилизатор и вентиляция либо оптика в принципе там больше ничего нормального толком и нет все остальное практически не имеет смысла теперь нам нужно запомнить что добавляется еще полезное оборудование новые которые можно использовать но они скорее направлены уже на подавление минусов у танка если раньше мы мирились с минусами танка и знали что у врага вот такой-то танчик и у него есть минусы то сейчас что у нас может не быть такого минуса что у врага на определенном танке что мы привыкли на нем вот такие-то такие-то минусы такого может уже и не быть поскольку новым оборудованием можно некоторые эти минусы перекрыть но в ущерб либо огневой мощи либо обзор и так из нового оборудования и старого что у нас есть в огневой мощи хорошего в принципе все полезное но чаще всего будут использоваться улучшенные механизмы и стабилизатор улучшенные механизмы поворота либо стабилизатор вертикальной наводки еще иногда для некоторых танков можно использовать улучшенный прицел чтобы точность была лучше конечно хочется везде точность улучшить но для большинства танков будет важнее либо стабилизацию улучшить либо стабилизацию улучшить вентиляция здесь отходит на второй план поскольку всего лишь пять процентов дает ко всему таким образом получается что вентиляцию если мы используем только в одном случае если у нас у танка все великолепно все отлично допустим как ренегат на нем в принципе можно ничего не менять и оставить досылатель стабилиза тому что у танка все хорошо он нормально едет он нормально поворачивает у него хорошо с обзором хорошо со стабилизацией дпм пробитием точностью сведением у него все совсем хорошо единственные его минусы это недостаточно крепкая броня и такого оборудования нету в игре который бы перекрыл этот минус этот танк наполовину танк поддержки и на нем нужно активно играть и дпмить врагов в принципе на нем можно ничего не менять потому что на высоких лавалах замена одного оборудования будет вам стоить 600 тысяч серебра это over много и если у танка все хорошо и со старым оборудованием он играется великолепно ничего не трогайте все будет и так хорошо но все таки можно в ренегате вентиляцию поменять на улучшенные механизмы поворота тогда танчик будет иметь еще чуть чуть больше стабилизации и более комфортную стрельбу хотя она и так там шикарная и танк будет немного быстрее поворачивать корпусом и башней что в принципе тяжелому танку не помешает хотя у него нету с этим проблем но вы немножко потеряете во всем и в обзоре и в скорострельности и во всех остальных параметрах по чуть-чуть потеряете поскольку вентиляция дает чуть-чуть ко всему но зато вы будете быстрее ворочаться и более четко стрелять здесь есть и один вариант рабочий и второй вариант рабочий и все и принципе больше ничего толком этому танку не сделаешь также можно еще ренегату и турбонагнетатель поставить чтобы он быстрее ездил и это тоже будет играбельно потому что танк в принципе изначально хорош во всем но и если оставить старый вариант тоже все будет отлично и таким примером я вам хочу подчеркнуть что новая оборудование на которое можно потратить очень много серебра необходимо в основном для танка у которых есть яркие минусы и эти яркие минусы не дают вам нормально играть допустим возьмем somoa sm некоторым танчик нравится некоторым нет мне не очень потому что он очень медленный никуда не успевает этот минус меня очень сильно напрягал что я никогда никуда не успевал у танка великолепный барабан нормально все там с точностью стабилизации сведением скорость зарядки барабана очень хорошая но я этот барабан никуда довести не успеваю и есть оборудование новое турбонагнетатель который дает нам мощность двигателя увеличивает скорость вперед скорость назад и я могу перекрыть этот минус и танчик для меня раскрывается уже без яркого минуса в скорости и дальше уже перекрыв этот самый яркий минус я продолжаю улучшать мое орудие либо обзор ставлю стабилизатор просветленка либо стабилизатор сведения либо стабилизатор улучшенный прицел либо стабилизатор вентиляция дальше уже как улучшить орудия вариантов масса и на этих двух примерах я вам показал что во первых новое оборудование не всегда кардинально что-то улучшит и вы просто потратите много серебра а во втором примере я вам показал для чего оно вообще нужно это новое оборудование на самом деле новое оборудование оно довольно таки хорошее в плане того что она перекрывает минусы у говняных танков у танка у которых они есть и и они очень жирные такие минусы их можно перекрыть и играть с большим удовольствием но также некоторые минусы все-таки не получится перекрыть такие как броня недостаток у внов пробитие и некоторым танкам новое оборудование не поможет если они изначально полное говно если танк изначально нормальный но у него есть яркий минус его можно перекрыть оборудованием этот минус и нормально играть если танк изначально хороший то принципе ему новое оборудование не к селу не городу только много серебра потратите в никуда также еще на каждый танк получаются там чуть ли не по два по три а то и по четыре варианта оборудований с которыми можно играть и сделать на каждый танк видос про оборудование это конечно очень долгое и интересное занятие но можно цепануть видосами только наверное самые популярные танки после этого видео нужно просто в голове себя понять что есть оборудование которыми чаще всего нужно пользоваться некоторое оборудование но полу бесполезная и допустим в огневой мощи более приоритетное оборудование это улучшенные механизмы поворотов либо стабилизаторы вертикальной наводки в редких случаях у кого проблемы там с точностью там всякие бабахи там или еще кто улучшенные прицелы и грубо говоря все как раньше редко пользовались усиленными приводами наводки так и сейчас ими будут пользоваться редко как раньше вентиляция имела смысл только если она фиолетовая так и сейчас в принципе то же самое в живучести самое полезное это измененная компоновка все остальное непонятно зачем вообще нужно есть очень небольшой набор танчиков где очень плохо все с внутренними модулями все там ломается боеукладки пожары все взрывается им нужна измененная компоновка все больше в живучести нам ничего не нужно допустим на двухстволки нужна измененная компоновка вот в принципе все в мобильности тоже все очень просто либо турбонагнетатель либо улучшенные механизмы поворота улучшенный механизм ворота мы уже видели в огневой мощи поэтому ничего нового мы здесь толком не видели кроме турбонагнетателя если есть проблемы со скоростью турбонагнетатель воткнули и все и полетели ну и в разведке у нас здесь полный карнавал всякие там оборудование для улучшения засвет для улучшения своей маскировки там и так далее это все для лтш которые в игре нахрен не нужны потому что все карты коридорные если хотите иметь высокий результат садитесь на жирного тяжа который во лбу бронированный имеет имбовую пушку и играйте в картошку потому что все вот эти вот лт и так далее они сейчас не подходят под геймплей world of tanks вы конечно можете играть на чем угодно но просто держу в курсе и таким образом всего лишь три с половиной оборудования новых имеют смысл для большинства танков не считая легкие танки это у нас улучшенный механизм измененная компоновка и турбонагнетатель и в редких случаях улучшенный прицел в некоторых случаях мы можем поставить улучшенные механизмы поворота там где стабилизатора не было вообще либо турбонагнетатель чтобы улучшить скорость либо улучшить точность если с этим проблемы и все это мы перемешиваем со старым оборудованием которая в основном улучшала огневую мощь досылатель стабилизатор ну и обзор оптика в принципе мы можем перекрыть только четыре ярких минуса у танка точность маневренность скорость и проблемы с внутренними модулями поэтому я и говорил что во первых новое оборудование его мало мы не можем перекрыть яркие минусы такие как увн и броня пробитие в принципе у некоторых танков огромные проблемы с огневой мощью с альфой и много танков остаются не актуальными но некоторые минусы новым оборудованием перекрыть можно главное чтобы вы убрал старое оборудование не наделали новых минусов ну и все это очень дорого по серебру что нифига не радует в принципе я доволен новому оборудованию но его не так уж и много их там всего лишь четыре штучки действительно полезных и очень дорого с вами был арчи карать красиво всем пока